Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз у меня на канале, вас очень рады видеть. Сегодня я к вам с очередным отчетом по моей вышивке. Цветы и лето, фирма Чудесная игла. Ну что, последний мой отчет, который я показывала по этой работе, показал, что половина работы закончена. То есть, примерно я вышила, ну вот столько я вышила за неделю, ну если быть точным, за 5 дней, потому что я вот не помню, говорила или не говорила, цветы вышиваю я 5 дней, ну или 4, когда как получается. А в выходные, в субботу-воскресенье, ну может быть иногда в пятницу, ну как получается, я вышиваю ипу. Значит, работа мне нравится, вышивать мне нравится. Я могу сказать, что несмотря на то, что здесь 29 цветов, в принципе, довольно-таки легко вышивать. Но, как я уже говорила, мне помогает мой органайзер, в котором 29 иголочек, поэтому работа моя, скажем, немножечко облегчена, вот именно его присутствием в моем рукодельном процессе. Единственное, что у меня некоторые цвета стали заканчиваться. Это очень странно, потому что сколько я не покупала наборов Чудесной иглы, у меня всегда оставалось, ну достаточно много ниток, и, как правило, в процессе вышивки мне не приходилось искать какую-то замену. Но вот в этот раз почему-то вот несколько цветов у меня закончились. Ну, в принципе, это не страшно. Вот у меня здесь вот немножко они лежат. Я нашла замену, вот в бобинках я их кладу вот в такой пакетик, когда заканчиваю вышивать. Я немножечко вот отрезала здесь. Тут два белых. Ну, в принципе, замены есть, поэтому ничего страшного такого нет. Сейчас я вам приближу, как выглядит работа. Вот так вот. Не могу сказать, какая у меня скорость, хорошая или нехорошая, но за 5 дней я, по-моему, на этой неделе вышивала. Вот столько я вышила. Еще раз покажу. Ну, вот примерно вот такой кусочек. Ну, не знаю, много-немного не знаю. Не оцениваю я, конечно, свои силы, но самое главное, что она движется, самое главное, что она мне нравится, и все очень хорошо. Я еще хочу, кстати, выложить вам еще маленький такой, как бы, видео-обзор, я не знаю, ну, своего, как бы это сказать, теперь уже органайзера для мулине, но немножечко другого. К сожалению, у меня бобинки все закончились, а у меня очень много моточков мулине. Они, правда, есть такие, которые там по 2-3 цвета одного, и мне некуда намотать. Когда я была в магазине, я хотела купить, но там за 10 штук было где-то рублей, наверное, 80, за 10 бобинок пластиковых. Ну, соответственно, это примерно за 100 штук будет 450-480 рублей. А в Китае на сайте Алиэкспресс я нашла 100 штук за 250 рублей. Я их заказала. Я надеюсь, что они придут, потому что в последнее время у меня 2 посылочки, но они, правда, дешевые тоже были, не пришли. Я надеюсь, что эти придут. Как только придут, я вам покажу. Плюс в ближайшее время, в ближайший там денечек, наверное, я выложу очередной отчет по своей японке. Ну, пока мои цветы движутся, сегодня понедельник, значит, по идее я должна их вышивать, но я еще подумаю, мне что-то хочется сегодня повышивать японку, я не знаю. Так, ну, я всем довольна, мне все нравится. У меня вот пока 2 процесса идут. У меня еще есть один алмазный процесс, который я никак не начну, мне нужно уже быстрее и быстрее начинать, потому что у меня, к сожалению, сроки поджимают, потому что это работа на заказ. Я надеюсь, что поскорее я закончу все-таки эти цветы и буду вышивать свою алмазку. Ну, алмазки чуть-чуть попозже. Спасибо большое, что вы зашли ко мне на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. И помните самое главное, что каждый из вас очень важен для меня, потому что всеми этими действиями вы помогаете в развитии моего канала. А мы с вами увидимся в другом видео чуть-чуть позднее. Пока-пока!